Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по библейской книге «Исход». И сегодня мы будем читать седьмую главу этой книги. Она начинается словами «Но Господь сказал Моисею, смотри, я поставил тебя Богом, фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком, и ты будешь говорить ему все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». Я поставил тебя Богом, фараону, по аналогии, ты будешь действовать могуществом Божьим. То есть ты будешь действовать не сам от себя, кто ты такой для фараона, никто. Но могуществом Божьим ты будешь совершать великие суды над всем Египтом. Нечто подобное мы читали ранее, 4.16. «Исход» – ты будешь ему вместо Бога. «Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской». То есть ожесточу не в смысле испорчу, а в смысле не буду нарушать свободную волю фараона, и если он зол, пусть он таким и остается. «Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых из земли египетской судами великими». Вот здесь совершенно неожиданно Господь называет народ воинством армии, и мы помним в прошлой главе Господь говорил, что они будут выходить из земли египетской по ополчениям их. То есть это будет не хаотическое какое-то бегство, а это будет воинский прорыв на свободу этого народа. «И выведу воинство мое, то есть Божие, народ мой, сынов Израилевых из земли египетской судами великими. Тогда узнают все египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет, и выведу сынов Израилевых из среды их». Вот это уточнение «из среды их» Господь всегда стремится отделить свет от тьмы, как говорится в первой главе книги «Бытия», и отделил Господь свет от тьмы, то есть добрых ангелов от злых. А в данном контексте книги «Исход» отделить язычников от верующих в единого Бога. «И сделал Моисей и Арон, как повелел им Господь, так они и сделали. Моисей был 80, а Арон, брат его, 83 лет, когда стали говорить они к фараону». Я уже говорил, когда мы беседовали на книгу «Бытия», что когда в Библии называется «возраст человека», это всегда говорится в похвалу человеку. Мы помним, что когда Моисей вышел посмотреть, как живут его братья, ему было 40 лет. Значит, в течение 40 лет он пас овец у священника Мадиамского, тесте своего, и учился смирению пастыря, который должен проявлять заботу о своих овцах, не только о послушных, но и о строптивых. То есть в течение 40 лет Бог его готовил к служению вождя еврейского народа. А Арон, как мы здесь видим, он старше Моисея на 3 года. «И сказал Господь Моисею и Арону, говоря, «Если фараон скажет вам, сделайте знамение или чудо, то ты скажи Арону, брату твоему, возьми жезл твой и брось на землю пред фараоном и пред рабами его, он сделается змеем. Моисей и Арон пришли к фараону и к рабам его и сделали так, как повелел им Господь». То есть получается, что они пришли, когда к фараону и к его рабам, а весь Египет были рабами фараона, фараон потребовал чудо, знамение, и они это сделали. «И бросил Арон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем. И призвал фараон мудрецов египетских, и чародеев, и этих волхвов всяких там, колдунов, магов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами, то есть колдовскими чарами». Но это не значит, что магия является чем-то противоположным Божьему чуду. Мы, читающие Библию, не признаем дуализм, равносильное противоположное начало добра и зла. Нет. Власть принадлежит только Богу. Но Господь тут попустил этим людям проявить вот эти колдовские качества, чудеса, чтобы потом усилить и наказание для них, для этих людей. «Каждый из них бросил свой жезл», то есть вот эти жрицы и маги-колдуны, «и они сделались змеями, но жезл Ааронов поглотил их жезлы». Они убедились в том, что чудо Божие сильнее любого их колдовства. Надо сказать, что есть устойчивое предание, оно подтверждается и Библией, и другими религиозными традициями, что вот эти маги-колдуны-волхвы, они признают Бога Авраама, Исаака и Акова в своем противостоянии против Моисея. Поэтому вот эти чудеса, которые они творили, ложные чудеса, Господь попускал им сотворить эти чудеса не только для того, чтобы увеличить их вину, наказание им, но и для вразумления их самих, ибо наказание Божие ведет человека к исправлению и имеет целью всегда исправления человека. Священный писатель здесь хочет показать, что сила Божия восторжествовала над усилиями волхвов, которые посредством магических явлений стремились воспрепятствовать влиянию Моисея на фараона. И вот смотрите, о чем говорится далее. Сердце фараонова ожесточилось. Здесь не сказано, что Господь ожесточил его сердце. Сердце фараонова ожесточилось. То есть Господь не воспрепятствовал этому. И он не послушал их, как и говорил им Господь. То есть даже перед лицом такого явного чуда, которое сокрушило чудо волхвов, он не послушался их, потому что в его сердце ненависть к всему светлому, чистому. Он – глава оккультной цивилизации Египта, оккультной и тиранической цивилизации Египта. И сказал Господь Моисею, упорно сердце фараонова. То есть не Бог сделал его сердце упорным, оно упорно по самой свободной воле этого человека, который продолжает упорствовать в своих заблуждениях. Бог говорит упорно сердцем фараонова, он не хочет отпустить народ. «Пойди к фараону завтра, вот он выйдет к воде, ты стань на пути его, на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою». А зачем фараон выйдет на реку? Что это, царская рыбалка, что ли, или что-то, банный день? Нет, конечно, нет. Речь идет о том же, о чем мы читали ранее. Египтяне почитали Египет, весь Египет, землею богов, а Нил считался священной рекой. И они выходили к водам Нила в определенные дни, чтобы совершать какие-то ритуальные действия. Например, накануне разлива Нила каждый фараон издавал указ повеления, пусть божественная река Нила разольется. И фараон выходил, и торжественно этот указ, написанный на папирусе, он погружал в воду Нила, потом река начинала разливаться, и все убеждались, что да, наверное, фараон руководит этой рекой. Этот бог этой реки подчиняется ему. Но в еврейском народе была такая шутка по поводу того, зачем фараон выходил на реку, для чего он это делал. Он выйдет к воде, то есть выйдет сам, его не вынесут, выйдет сам, своими ногами, а куда цари пешком ходят? В отхожее место. В отхожее место. И была такая шутка, если хотите, это такой еврейский анекдот, что правители Египта, фараоны, они утверждали, что они живые боги. А если они боги, то им несвойственно выполнять функции людей. И они настаивали на том, что они боги во всех отношениях, и они вообще-то в туалет не ходят, как обычные люди. Но так как им все-таки хотелось сходить в туалет, они говорили, мы сейчас пойдем на реку, совершать торжественное омовение, своим телом осветим реку. Они забирались в эту реку, ну и исполняли то, что свойственно человеку, там малая, большая нужда. Это было не освещение реки, а вот такое загрязнение реки. Но со стороны это все обкуривалось там ладаном, фимиамами, там махали апахалами, чтобы скрыть их настоящую человеческую сущность. Конечно, это анекдот, но он показывает реальное состояние этих людей. Они верили в свою божественность. Известно, что император Каллигула, он говорил, что его управление никогда не прекратится. Став императором, он уверовал в то, что солнце погаснет, звезды спадут с неба, а власть императора Каллигула будет продолжаться вечно на земле. Он будет убит одним из своих охранников. Конец его будет бесславный и печальный. Эти люди, они верили в свое всемогущество, что их смерть не одолеет. И вот Господь повелел, чтобы, когда фараон придет на реку, чтобы там его уже ждали на берегу реки. И жезл, который превращался в змея, Господь говорит, возьми в руку твою и скажи ему, Господь, Бог евреев, послал меня сказать тебе, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но вот ты доселе не послушался, так говорит Господь. Из всего узнаешь, что я Господь. Вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь. И рыба в реке умрет, и река восмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки. В Библии говорится, что Бог, когда Он ведет борьбу с Египтом, Он ведет борьбу, прежде всего, против богов Египта. А Нил – это божество Египта. Как и фараоны, тоже божество Египта. И Господь сокрушает, прежде всего, Нил, этот источник благополучия и счастья в понимании египтян. «Но ты, доселе, не послушался, так говорит Господь, из всего узнаешь, что я Господь вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь. И сказал Господь Моисею, скажи Арону, брату твоему, возьми жезл твой в руку твою и прости руку твою на воды египтян и на реки их и на потоки их, то есть не только на Нил, но и на другие реки и на потоки. А что это за потоки? Это каналы, это известные каналы. И на озера их, и на всякое вместилище, вот их, в Египте была очень сложная система орошения земель Египта, кстати, она была разрушена арабами, и арабы, мусульмане превратили Египет в пустыню своим неопытным управлением. И превратится в кровь, вода, то есть в каждом источнике, и будет кровь по всей земле египетской в деревянных и каменных сосудах. И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь. И поднял Аарон жезл свой и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его. А вот зачем тут уточнение пред глазами рабов его? Посрамление любого господина пред глазами рабов его усиливает именно сокрушение этого господина. И вся вода в реке превратилась в кровь, восмердила. И рыба в реке вымерла, и река восмердела. Египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской. И волхвы египетской чарами своими сделали то же, что превратили воду в кровь. А откуда они взяли воду? Вода сохранялась. Это мы увидим. Когда копали колодзи, то есть под землей находили все-таки воду, наказание Божие распространялось только на открытые источники. И волхвы египетские чарами своими сделали то же. И ожесточило сердце фараона и не послушало их, как говорил Господь. Здесь, может быть, ожесточение означает дух мщения. Он возненавидел Моисея и Арона и особенно, наверное, за то, что они как бы оскорбили его, фараона, этого земного бога, как он о себе думал в присутствии его рабов. и не послушал их, как говорил Господь, и обратился фараон, и пошел в дом свой, то есть махнул на все рукой, и сердце его не тронулось и сим. И вот здесь дальше объясняется, откуда воду берут вот эти колдуны. И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. А обычно атеисты, они брали, например, вот этот кусочек, начал 22 стиха, и волхвы египетские чарами своими сделали тоже, и говорили, а это противоречие, выше же написано, что все источники вод стали кровью, а как же они могли это сделать, если у них не было воды? Они игнорировали 24 стих и стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. И исполнилось семь дней после того, как Господь поразил реку. То есть наказание всегда имеет в глазах Бога некую меру, которую Господь не хочет превышать, чтобы окончательно не сокрушить даже тех, кого наказует им, ибо милость Божия распространяется на все творение. Итак, мы сегодня прочитали о первой египетской казни. В следующий раз, если будем живы, Господь позволит, мы будем читать о следующих казнях, которые Господь обрушит на Египет. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах на очередные главы тех книг, которые мы изучаем на нашем портале. С Богом! КОНЕЦ